Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Катерина и добро пожаловать на этот канал. Сегодня мы посетим очень знаменитое место отдыха в Швейцарии, Амден и Визан. Мы начинаем с Визана, это маленькая деревня, но она очень живописная, точно стоит нашего внимания. Потом мы сядем на лодку и отправимся до Квинтен. Оттуда мы пойдем пешком, увидим великолепные швейцарские пейзажи, дойдем до Визана. Почему отправляемся на лодки? Потому что если вы хотите полностью все озеро пройти, это озеро Валензе называется, вам понадобится порядка двух дней, то есть придется где-то по пути остановиться, заночевать. Нам такой вариант не подходил, поэтому мы у лодки добрались до Квинтена и потом целый день возвращались до Визана, откуда уже уехали домой. Можно, конечно, все озеро обойти, но сразу говорю, что порядка двух дней вам понадобится. Очень много отелей на озере, поэтому тут точно вариант тоже хороший. Мы начинаем мы свое путешествие с маленького городочка Визан. Он располагается на берегу озера Валензи, также принадлежит к небольшому курортному региону, как я уже упомянула, Амден Визан. Находится он в кантоне Сан-Галлан. Оба места, Амден и Визан, это оба маленькие городочки, они дополняют друг друга своими летними и зимними достопримечательностями или такой активностью. Визан больше для лета, для походов, для купания, и Амден больше зимой для лыжных активностей. Оба города сочетают в себе альпийскую отделию и атмосферу южных пляжей. Амден Визан Амден Визан Амден Визан городочек Квинтон. Квинтон это очень маленький город, он свободный от автомобилей, здесь нет автомобильного движения, особенно популярен среди туристов из-за своего практически средиземноморского климата. Он хорошо защищен от холодных северных ветров и здесь произрастают очень многие сорта винограда, киви, инжир и другие южные фрукты. До города можно добраться на лодке, то что мы сейчас делаем, или можно пешком дойти. Он практически на половине пути, если вы решите все озеро обойти, но как я уже упомянула понадобится на это вам два дня. Само путешествие на лодке было совершенно потрясающее, очень много красивых городов на берегу озера, скалы, горы потрясающие и очень хорошо видно водопады, которые мы пройдем ближе, но с лодки их тоже видно. Да вот мы прибыль в маленький городочек Квинтон. Совершенно очаровательное место, очень много хороших ресторанов, кафе и даже гостиниц. Здесь можно также видеть виноградники, впечатляющий вид. Отсюда мы начнем идти уже в направлении виза. Как вы видите, дорога, вот начинается маршрут, практически такая, ну как в парке. Можно как по городу прогуляться, но не давайте себя легкость этой обмануть, потому что в дальнейшем станет гораздо сложнее путь, и для этого вам понадобятся такие очень хорошие хайкинг бутс, чтобы пройти весь путь. Вообще сложность пути зарегистрирована как желтая, то есть все, что на карте вы видите желтым, это значит, ну не очень сложный маршрут, но он также включает в себя относительно сложные части маршрута, например, когда нужно спускаться по канату. Канат вбивается в скалу, и за него нужно держаться, чтобы спуститься или подняться. То есть очень-очень резкие бывают спуски. Сейчас мы находимся к западу от Квинтона в небольшой деревне Бетлис. Во время таяния снега или после сильного ливня действительно впечатляет могучий водопад. Называется он Зеренбах. Высотой почти 720 метров и бьет из скал Рингвелех, один из крупнейших источников известняка в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Летом это озеро очень популярно для купаний, очень красивые пляжи и вот такая бирюзовая прекрасная чистая вода. Из-за крутых скал возвышающихся над озером, иногда в высоту более тысячи метров, озеро Валин с древних времен создавало проблемы для дорожного движения. Поэтому дороги вдоль берега всегда как бы высечены из скалы. То есть мы проходим через такие галереи, туннели все время и каждый раз, когда проходим, открывают совершенно невероятно красивые, удивительные виды. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а на этом мы завершаем наш маршрут. Мы вернулись обратно в этот прекрасный город Визан. Мы здесь поужинали прекрасно, очень хороший ресторан, пиццы, название не помню. Если нужно будет в комментариях, напишите. Вспомню, напишу. Спасибо огромное, что провели со мной это время. Надеюсь, что вам понравилось и будет возможность посетить этот прекрасный город. Поставьте лайк обязательно, если понравилось. Для любого контент-креера это как бальзам на сердце. Подпишитесь, если нравится подобный контент. Я стараюсь его оставлять раз в неделю. Вот здесь немножко даю превью. Показываю отрывки из других видео. Здесь видео про другие походные маршруты. В основном в Альпштайн. Это Апенцель. Если есть интерес, посмотрите в описании. Ставлю линк и заходите на канал. Там очень много других маршрутов описано. До скорых встреч. Спасибо.